Визитная карточка Гоголя. Такие произведения, как «Ночь перед Рождеством», «Ревизор», «Ви», «Мёртвая душа» легли в основу спектакля, посвященного 210-летию со дня рождения знаменитого писателя. Учитель русского языка и литературы средней школы номер 11 Юлия Фоменко подготовила настоящая творческая ассорти. Креативную идею с воодушевлением поддержали старшеклассники, которые приняли активное участие в подготовке спектакля. Фёдор Гуд буквально вжился в роль Чичикова. Да, я вжился в эту роль, и она стала для меня немного яснее. Это человек, который хочет покупать душу, который хочет поживиться, который хочет улучшить своё благосостояние. Человек, который живёт сам на себя. Да, и сыграя его, я понял, каково ему было, например, общаться с коробочкой, каково это терпеть, когда он молодой, энергичный человек, и при этом он должен терпеть старую женщину, которая не торопится, хочет не продешевить. И он начинает злиться постепенно. Поэтому я лучше его понял. Как говорят юные актёры, образы, созданные классиком русской литературы несколько веков назад, актуальны и сегодня. Ведь человеческие пороки не устаревают. А лучший способ борьбы с ними – это посмеяться над ними. Гоголь сделал это мастерским. Конечно, неактуально в любом случае. Гогольские персонажи никогда не станут неактуальными. Это вечная литература. В наших реалиях тоже можно найти. Хлистокова, Коробочка, Чичикова. Такие люди даже сейчас есть. Конечно, гоголевское творчество очень нужно. Оно учит, как сказать, оно осмеивает пороки нашего современного общества и тогдашнего. Потому что пороки нашего общества такие же, как и всегда были. То есть гоголевская литература нам очень тоже нужна. Чтобы дети изначально учились видеть пороки и их осмеивать. И понимать, что это плохо. Классику русской литературы Николаю Васильевичу Гоголю в 11-й школе посвятили целую неделю. Спектакль стал ярким завершающим аккордом. С 1-го апреля в нашей школе проходит неделя русского языка и литературы. В этом году она посвящена юбилею великого классика Николая Васильевича Гоголя. Мы подготовили много самых различных мероприятий. Все учащиеся с 5-го по 11-й класс написали тотальный диктант «Гоголевский калейдоскоп». В вестибюле школы проходила демонстрация видеофильмов, презентации о творчестве писателя. Также учащиеся подготовили иллюстрации по произведениям Гоголя. И завершаем нашу неделю сегодня показом спектакля «Литературный гостиной. Постигая Гоголя». Конечно, это очень масштабное мероприятие, но следует сказать, что дети заинтересованы в этом. Спектакль прошел при полном аншлаге. Юные зрители активно следили и реагировали на то, что происходит на сцене. А это главное доказательство того, что Гоголь актуален и в 21 веке. Классика есть классика. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, Телеканал Мозырь.